Всем привет, друзья! Сегодня будем готовить десерты, которые любят во всем мире. И там однозначно будет один из ваших самых любимых. Давайте уже начинать. И первым десертом у нас будет чизкейк Нью-Йорк. Многими любимый, очень популярный, невероятно нежный, просто тающий во рту десерт американской кухни. Дно разъемной формы я уже выстелила фольгой. Для начала нужно приготовить основу чизкейка, которая будет состоять из печенья. Вы можете раскрошить его любым удобным способом. Я буду делать это в блендере. Пересыпаем крошку в тарелку. И добавляем растопленное сливочное масло. Высыпаем крошку в разъемную форму и распределяем по дну, хорошо утрамбовывая. Отправляем форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут. Основа должна немножко подрумяниться и стать более хрустящей. Дальше отправляем в тарелку творожный сыр. Сахар, ванильный сахар. Яйца. Крахмал. Сливки и сметану. Также нам понадобится немного цедры лимона. И сок половины лимона. Перемешиваем все венчиком до однородной массы. И выливаем форму. Можно постучать формой по столу. Это поможет избавиться от лишних пузырьков воздуха в чизкейке. В разогретую до 180 градусов духовку ставим противень с горячей водой. И сверху на решетку отправляем чизкейк. Убавляем температуру до 160 градусов и выпекаем 30 минут. Затем снижаем еще до 120 градусов. И пускай выпекается еще 30 минут. Прошел час. Можно доставать противень с водой. Выключить духовку и оставить чизкейк остывать при открытой дверцей духовки. Через час чизкейк уже слегка теплый. Можно готовить заливку. Понадобится 100 грамм сметаны и 1 чайная ложка сахара. Массу нужно перемешать и подождать полного растворения сахара. Или же взять сахарную пудру, что ускорит процесс. Выливаем сметану на чизкейк и распределяем ровным слоем. Наклоняем форму в разные стороны. Вот и все. Отправляем чизкейк в холодильник на 4 часа, а лучше на ночь. У меня прошла ночь. Можно доставать чизкейки с формы. В разрезе видно, какую нежную структуру он имеет. Я украсила чизкейк кусочками киви и мандарина. Ну а дальше мы приготовим десерт итальянской кухни. И я думаю, вы уже догадались, о чем идет речь. Это тот самый известный и многими любимый тирамису. Для приготовления которого нам понадобятся сырые яйца. И да, они не обрабатываются термически, если вы еще не готовили или не пробовали тирамису. Из-за этого многие боятся его есть, так как есть риск заражения сальмонеллой. Но для того, чтобы свести эти риски к нулю, нужно, во-первых, выбирать очень свежие яйца. Смотрите на дату изготовления. Вообще, у вас есть больший риск заражения сальмонеллой, если вы используете домашние яйца. На птицефермах и так птиц кормят различными антибиотиками. Я думаю, вы знаете об этом. И риск заражения сальмонеллой на самом деле минимальный. Я уже очень много раз готовила и домашний майонез, и тирамису я делала, и все было отлично. Но все же вы можете себя обезопасить тем, что покупаете свежие яйца. Дело в том, что сальмонелла живет на оболочке яйца 5 дней. Затем через трещинки она может проникать внутрь яйца. Поэтому выбираем яйца без трещинок и самые свежие. Дополнительно перед приготовлением их нужно очень хорошо промыть. Я уже промыла содой и даже протерла спиртом. Заморозка белков и желтков сальмонеллу не убивает, она наоборот ее консервирует. Конечно, она погибает при термической обработке, но это должна быть только высокая температура. И желток должен хорошо завариться. Это и будет гарантией безопасности яйца. Но кроме этого, во всех статьях, которые я читала, было указано, что сальмонеллу убивает крепкий алкоголь. В оригинальных рецептах тирамису тоже используют алкоголь. Но у меня традиционного итальянского нету, поэтому я буду использовать обычный коньяк. Используйте эти несложные правила и безопасно готовьте тирамису. Это, кстати, один из моих любимых десертов, наверное, даже самый любимый. И вторым очень важным ингредиентом для приготовления тирамису является сыр маскарпоне. На самом деле, мне кажется, я пересмотрела все рецепты тирамису, которые только можно найти. Некоторые делают только на желтках, с сыром и еще сливки туда добавляют. Некоторые делают желтки, маскарпоне и белки взбитые. Я, если честно, готовила и ела тирамису только с желтками, белками и маскарпоне. И это было невероятно вкусно. Крем просто супер воздушный получается. Мне кажется, что рецепты тирамису без белков и еще и со взбитыми сливками, это уже более такая наша интерпретация. Я нашла много рецептов хозяек, которые живут в Италии, и они делают именно от белки, желтки и сыр маскарпоне. Не вижу большого смысла добавлять туда еще и сливки, потому что маскарпоне это сливочный сыр. Это сыр из сливок. Это просто концентрированный сливочный вкус. И, кстати, когда я покупала этот сыр, я нацкнулась еще на итальянский. Он, правда, намного дороже был. И на нем вот прям был нарисован рецепт тирамису, где, собственно, были белки, желтки и этот сыр. Для второго десерта нужно отделить белки от желтков. Это можно сделать так. Или так. Затем взбиваем белки с щепоткой соли. До устойчивых пиков. После этого взбиваем желтки с сахаром. Когда желтки посветлеют, можно добавлять сыр маскарпоне. Небольшими порциями. Также, как я уже говорила, я буду добавлять в крем немного коньяка. Теперь постепенно к желткам добавляем взбитые белки. И аккуратно перемешиваем, чтобы крем оставался таким же воздушным. Вот и все. Можно собирать десерт. Для этого понадобится остывший крепкий кофе без сахара. И бисквитное печенье савоярди. Окунаем печенье в кофе буквально на секунду. И выкладываем в тарелку. Я буду делать порционные десерты. Сверху густой слой крема. Затем снова печенье. И снова крем. Из этого количества крема у меня получилось 6 порций. Присыпаю тирамису какао. Украшаю зернами кофе и веточкой мяты. Получается вот такая красота. И третьим десертом у нас будет торт Анна Павлова. То ли из Австралии, то ли из Новой Зеландии. Этот десерт традиционно можно делать в виде торта. Или в виде маленьких таких пирожных. И я остановлюсь на втором варианте. Для третьего десерта нам понадобятся только белки. Добавляем к ним лимонный сок и взбиваем. Во всех рецептах было сказано, что нужно вводить сухие ингредиенты во время взбивания. И у меня получалось вот так. Поэтому я добавляла крахмал и сахарную пудру, прекращая взбивание. В итоге масса получилась вот такой. Она достаточно плотная и глянцевая. Но, видимо, я плохо ее взбила. Или же прерывное взбивание далось к сноку. Но даже несмотря на это, у меня получилось сформировать вот такие гнезда. Которые хорошо держали форму. Еще я сделала много маленьких безе для украшения. Сначала разогреваем духовку до 180 градусов. Затем снижаем до 100 градусов и отправляем безе в духовку на час. В итоге получились вот такие гнезда. Для начинки и украшения можно использовать абсолютно любые фрукты. Также взбиваем 150 мл сливок. Я не буду добавлять к ним сахар, ведь безе сами по себе достаточно сладкие. Безе нужно наполнить фруктами. У меня сладкая слива. И сверху добавляем взбитые сливки. Украшать пирожные я буду ломтиками слива, виноградом, листиком мяты и зернами граната. Получился очень милый, легкий и нежный десерт. Ну что ж, друзья, смотрим, как всегда, что у нас получилось. Чизкейк я уже ем, и он невероятно нежный. Его не нужно жевать, он как крем, абсолютно. Очень нежный, невероятно вкусный чизкейк Нью-Йорк. Пробую безешку. Пирожное Павло. Хрустячая корочка. Безешка немного тянется внутри, такое немножко суфле. Свежие сочные фрукты и взбитые сливки. Вы думаете, это может быть невкусно? И тирамису, конечно же. Он еще не очень пропитался, но я более чем уверена, что это и так нежнейший десерт. Тирамису был моим любимым десертом. Так он дальше им и остается. Ему бы еще часик в холодильнике, и он был бы идеальным. Вот такой стол у меня получился, друзья. Конечно, не все идеально. Я не профессионал и не мастер, но все же я очень старалась. Напишите мне, пожалуйста, какой ваш любимый десерт из этих. И спасибо вам большое за то, что посмотрели видео. Готовьте с удовольствием. Пока!